Техники гипноза задела. Почитайте Петра Андреева. Искренне рекомендую всем абсолютно, без исключения. Это не те семинары, за которые там бывает стыдно. Бывают же ошибки в семинаре, там приглашаешь человека, и оказывается не то, чего ты ожидал. Это реально классный человек. Он даёт классический гипноз. Первая стадия, первый его курс – это вообще директивные техники. Вторая его часть – директивные, риксоновские смеси, цыганские, и всё туда, всё в классику жанра. Вторая часть – это кодирование. Это как грамотно делаются внушения в бессознательном состоянии, как можно лечить на этом человека. Причём даётся там и от ожирения, и от табакокурения, и от наркомании, и от всех зависимостей, и от всего этого. Вы понимаете принцип работы. И третья часть – это влияние. Но у него есть ещё четвёртая часть. Если получится его раскрутить в этот приезд. Я пока не анонсировала, потому что у меня нет договора на эту тему. И это будет только для тех, кто прошёл первые три части. Это техники влияния на дистанции. Пётр Андреев работал с космонавтами. Он профессор. Он профессор, при этом он везде так скрывается, что у него это хобби всегда было, но по этому хобби защищена диссертация. Он профессионал в области гипноза, причём глубочайше. Именно со структурами нашими, с космонавтами казны не работали. Вы же понимаете. И это люди, у которых нет мифов. Это люди, которые вот так скрыто приехали, отработали и уехали. Чтобы за шесть дней человеку вкачать в такой объём информации с отработкой. Как шёл его первый семинар, пробник. Я специально ставила дведневный пробник, его пригласила. Когда увидела, обалдела. Люди после этого уехали в Москву учиться, боясь, что он сюда не приедет. Как проходил? Он начинает вести, и вот ровненько по списку, техника за техникой, и все на нём отрабатывают. Техника за техникой, все на нём отрабатывают. Он каждого корректирует, что делать не так. Методичка речёвки заучить. Если человек не знает речёвки, он не может работать в гипнозе. Если человек знает речёвку, то всё остальное, голос, интонация и так далее ставится. Можно не директивным образом ставить, можно ставить шептающим, можно любым. Изменение тональности и так далее. Если у тебя есть базовая речёвка в голове, то одеть её в вариант экстрасенсорный, цыганский, директивный, эриксоновский. Какой хотите, уже легко, у вас уже в башке есть шаблон. Дальше вы просто делаете. Потом он даёт тонкости физиологических реакций. То есть гипноз – это 9 стадий, описан стандарт, классика жанра. На каждую стадию есть своя физиологическая реакция. И эта физиологическая реакция, она есть у всех людей. Ты видишь по обратной реакции, в какой кондиции находится человек. И если ты знаешь, что 3-3, то у него, значит, два канала восприятия уже перекрыты. Он уже сидит, например, на галлюцинации, на слуховом канале, на галлюцинации, на обонянии, да, ещё на чём-то. То есть два минимум канала перекрыты. Значит, в это время всё, что ты в него зальёшь, оно сразу ляжет без сознательной установки. Вопрос, как грамотно залить установку для того, чтобы она вошла в его программное обеспечение. Она не должна быть директивной, она должна быть мягкой и нежной, просочиться туда. И опять-таки, вот когда у тебя визуальный канал перекрыт, 3-2, 3-3 стадии, да, когда там показывают Вольфа Мессинга. Крутой Вольф Мессинг, который вот там чек засунул. Ребят, вы посмотрите, сколько у нас на Тутбайе объявлений, когда неправильно выдали деньги в кассе. Это всё Вольф Мессинг приходил. На самом деле, в стране, вот в этой 3-3 человек находится периодически в дневное время. И если в это время человеку сделать скрытое внушение, а его можно сделать ментальным способом, то он выдаст тебе неправильно деньги. Можно даже нехотя это дело зафигачить человеку. Ты вроде не хочешь, но у тебя внутри жадность, и тебе бы очень хотелось денег. И ты чум! А человек это споймал, а он в это время был в 3-3. И он тебе считал деньги. И я считаю, что не знать эти вещи... Наташа, а если ты ещё считаешь, что он санамбург, то там вообще... А если видишь, что он санамбургического типа, вообще можно просто действовать. И надо понимать, что у него будет от 2 до 5 секунд, когда он будет видеть эту бумажку чеком. А потом тебе надо его внимание переключить на что-то в противном случае. Положите её в кушельце. Ой, жаба станет... А, карета станет тыквой, да? А жаба... Ой, царевна превратится снова в жабу, да? Так вот, когда ты вот эти вещи уже знаешь, понимаешь, это не значит, что надо бежать и всё это дело использовать на людях, прокатывать. Дело в том, что даже с точки зрения безопасности тех же самых банков, меня всё время удивляет. Невежество, оно просто... Я бы на сегодняшний день работников, которые находятся в зоне риска, обучила бы всех этим делам. Но люди считают, что вот так разыскивать деньги через милицию значительно проще. Нет, это физиологическая реакция человека. И ты не знаешь, как он реально отреагирует. Единственный вариант, когда он защищён от физиологических этих вещей, это когда он знает эти техники. Если человек этих вещей не знает, он не защищён. Сколько бы на себя яиц эзотерических не одевал, они разбиваются в классический гипноз. Потому что это у всех. Это уже прошито в 15% населения жёстко. Это значит, что вся коллективная реальность на это опирается. Вот, это доказано Бектеревым. Кстати, доказано, они же тоже здорово, нормальные ребята, на собаках развлекались. Такая тусовка была классная. Бектерев, Дуров, Чижевский и Станиславский. Супер! Вечеринка удалась. Представьте, какой драйв люди ловили от того, что они изучали реакции животных. Внушение же на животных начинается. Книга по внушениям написана полностью на собаках, на животных. Вот почитать Бектеревым. Я потом читала про собак и понимала, что я то же самое делала в Перу с людьми. Но я же не знала, я читала после Перу это дело. Просто практически сразу подошла к нему. И у Андреева есть вот эта четвёртая ступень. Это техники влияний ментальных и так далее на расстоянии. Ребята, больше нигде такого нету, кто бы вот это дал в людь. То есть я ищу людей, которые... Это называется магия уже, да? В простонародье. Люди, которые бы вот эти техники дали нормально, да? Как правило, они вообще нигде и не показывают. Ну и Андреев же особо нигде не пиарится. Андреев там, ну масон, ну там в орденах этих двух состоит там, я даже не помню их название. Но они все вот такие, такие... Но они же все психотехниками занимались. Вот. И понимаешь, что приезжает серьёзный мужик. Он когда вышел из машины, по его походке, по всему он выходит, я понимаю, Лавров дубль два. Без вариантов. И с адъютантом. А вот. И с адъютантом.